Привет, друзья! Наступает пора глухозимья. Рыба очень вяло клюет на различные оснастки и приманки. Ну и в это время, как нельзя лучше подойдет такая оснастка, как зимний фидер. Сейчас мы вместе с вами сделаем простую кормушку для зимнего фидера, свяжем оснастку и немного поговорим о способе ловли. Основной запор мы делаем через луку, непосредственно в точку улова. А кормушка нам нужна для того, чтобы доставить свежую порцию при кормке, ну и немножко расшевелить на дне старую. Поэтому большой объем кормушки не нужен. Я вот делаю такие кормушки из гильзин 12-го калибра, либо из шприцов кубиков на 20, прекрасно подойдет. Давайте покажу, как быстро сделать такую кормушку. Ну, вообще, лучше, конечно, прозрачное делать, либо беленькое и матовое. Ну и для наглядности возьму вот зелененькое, чтобы вам было лучше видно. Отрезаем от нее цоколь. Ножницами выравниваем край. Ну и, конечно же, второй край. Длиной кормушка должна быть сантиметра 3, больше не нужно. Вот такая заготовочка будет. Дальность заброса здесь нас не беспокоит, поэтому нам понадобится не тяжелая грузила, ну, достаточно грант 10-15. Но я предпочитаю вот такой формы, главное, чтобы было у него отверстие. И понадобится кусочек проволочки, либо медной, либо из нержавейки. Тоже это не принципиально. Лишь бы эта проволочка входила в отверстие. Вот таким вот образом. На одном конце проволочки сделаем колечко. Вот такое вот колечко. Вот такое колечко. Дальше одеваем на него наше грузило. Одеваем наше грузило. Вот так это все выглядит. Дальше молоточком немножко подплющим его, тем самым заневолим проволочку здесь. И дополнительно, что еще можно сделать? Чтобы обеспечить лучшее прилегание к кормушке, при помощи какого-то цилиндрика, поставить и сделать ложементик. Вот такой вот получился ложементик. Теперь, когда мы пластиковый цилиндр положим в этот ложементик и зафиксируем его, он уже не будет у нас покачиваться из стороны в сторону и надежно зафиксируется здесь. Ну и как бы эстетичнее, поинтереснее получится. Теперь для того, чтобы закрепить пластиковую трубку на грузиле, лучше всего воспользоваться вот таким вот степлером. Но если не найдется, то можно просто поставить алюминиевую заклепочку. Ну вот, у меня нашелся, поэтому я воспользуюсь им. Так, наметим отверстие. Не забываем, что у нас проходит здесь стальная проволока, поэтому отверстие немного сместим в любую сторону. Теперь просверлим отверстие диаметром на десяточку потолще. Побольше, чем заклепка. Так, одно. Теперь прикладываем таким образом, не таким образом, а сориентируем, где у нас будет кормушка. И делаем отверстие в трубочке. Так, теперь мы совмещаем, одеваем все на заклепку. Конечно, она у меня оказалась немножко длинновата, но это абсолютно не беда, потому как все это останется внутри, не помешает. Так, и лучше всего внутрь одеть шайбочку, потому что пластик мягкий, может за заклепочником продавиться. И грузило выскочит. Все, одели. И теперь спокойно можем фиксировать. Все осталось у нас внутри. Здесь все эстетично, все надежно. Вот что должно получиться. Аккуратно, красиво и надежно. Ну, лишнее, конечно же, мы уберем. Нам больше хвост этот не понадобится. Дополнительных отверстий здесь делать не нужно, потому что и так в такое отверстие будет легко она высыпаться. Но в крайнем случае можно будет во время ловли взять немножко поддернуть, и она останется вся на дне. Так что можно считать это законченный вариант. Другой способ. Можно, конечно, без всяких ушек приклепать грузило и потом дополнительно сделать коромысло, за что будет подвешиваться кормушка. Но это как бы усложняет систему. Мне кажется, вот так гораздо все проще и эстетичней. Зимой прикормка, как правило, сильно рыхлая, поэтому у меня тоже были такие ситуации, что только вот ее набил, касается воды, и она сразу вылетает. Как я решил эту проблему? Я просто нагрел края и немножко подогнул их. Вот видите, загнутые. И все, эта проблема решена. Вот у меня есть и просто гладенькие такие кормушки, и на всякий случай есть еще вот такие. Эти кормушки уже побывали в боях, и очень хорошо себя зарекомендовали, чего и вам желаю. Зимой монтаж нужен как можно более деликатным. Я вот взял лесочку поярче, чтобы вам было видно. На самом же деле я пользуюсь, но не больше 0,2 на основную леску. А так 0,15-0,16 вполне достаточно. Понадобятся очень маленькие застежки. Ну вот я для себя нашел вот такое вот решение. Нашел в магазинах вот такие вот застежки. Сейчас я покажу вам ближе. Очень интересное решение. Вот такие вот застежки. С одной стороны у нее вертлючок, а со второй стороны крючок. И на нем как бы расположена подвижная резиночка. Можно будет, можно одеть петлю и фиксируется этой резиночкой. Вот такая вот интересная штучка. Я вот видел в магазинах вот исполнение в трех размерах. Ну вот я взял самые большие. Вот это самое большое и самые маленькие. Ну вот, как правило, я пользуюсь вот самыми маленькими вот такими застежечками. Итак, давайте покажу вам монтаж. Все это очень и очень просто. Никаких отводов здесь не нужно. Никаких скруток делать мы не будем. Зима есть зима. Никаких здесь дальних забросов выполняться не будет. Поэтому самая простая конструкция. Одеваем застежку вот эту. Дальше. Одеваем бусинку. Я пользуюсь либо пластиковыми бусинками вот такими. Пластиковыми она по-то помягче. Грузилом не разбивается леска. Ну и, в общем-то, либо вот такие силиконовые амортизаторы. Тоже иногда ими пользуюсь. Все. Теперь. Продеваю два раза. Раз. Два. Так. И восьмерочкой делаем петлю. Затягиваем ее. Лишнее удаляем. И теперь бусинку загоняем к кузелку. Вот как бы, в общем-то, весь монтаж готов. Вешаем кормушку. Дальше петля в петлю одеваем поводок. Поводок тоже длинный не нужен. Я вот делаю на зиму примерно сантиметров 20-25, больше не делаю. Ну вот, в общем-то, в общем-то и весь монтаж. Если окажется так, что, ну, по каким-то причинам, кормушка больше не нужна, ее можно в любой момент отсоединить и заменить обычным грузилом. Еще, друзья, небольшая подсказка для вас. Вот, допустим, просверлили лунку, закормили ее, начали рыбачить, ну, допустим, в течение вот в эту сторону. Попробуйте рядом, вот на расстоянии одного метра просверлить еще одну луночку и также на нее порыбачить. Но без кормушки, а просто на обычный фидер вместо, ну, вместо кормушки ставьте обычное грузило и попробуйте ловить еще с этой лунки. Иногда бывает такая ситуация, что вот рыба с осторожностью подходит на основное закормочное пятно, а частички вот от прикормки распространяются и вот более, как бы, активнее вот она начинает вот собирать вот эти кусочки. И вот чаще всего бывает, что со второй лунки клевать начинает раньше, чем с закормочного пятна. Вот попробуйте такой вариант. У меня это дело прокатывало не раз. Кстати, еще один момент. Вот эта бусина как раз сделана из фосфора. Пробовал я и ночью рыбачить на нее, как бы подсвечиваю, чтобы осветилась она и днем. Ну, большой разницы я не нашел. Просто я их использую, потому что они мягкие, пластиковые, поэтому их ставлю. А вот осветового эффекта, как бы, я не нашел, честно говоря. Ну, не знаю, как, может быть, у вас будет интереснее. Ну, все, друзья, давайте на этом прощаться. Всем удачной рыбалки. До свидания.